По контракту содержать безнадзорных собак и кошек в приемнике могут только 10 дней, затем их нужно выпускать на улицу. Однако, понимая, что это верная смерть для животного, команда волонтеров берет обязанности по уходу за животными на себя. Содержит собак и кошек на пожертвования горожан. Большое спасибо всем неравнодушным гражданам нашего города, которые оказывают нам помощь. И кормами, и дезинфицирующими средствами, и деньгами, кто как может. Только на них, только их поддержкой мы выживаем. Часть животных и волонтеры распределяют по квартирным передержкам. Но представитель автономной некоммерческой организации «Подари жизнь» Дмитрий Авдеев считает, что передержки в квартирах организовывать нельзя. Существование передержек, многоквартирных домах, противоречит всем мысленным и немыслимым санитарным правилам. И является потенциальным источником заболеваний, в том числе опасных заболеваний для человека. Таких, как бешенство, токсоплазмоз, лептоспироз. Дмитрий Авдеев обратился в Думу с предложением снизить арендную ставку для некоммерческих организаций, занимающихся защитой окружающей среды. К ним относится его «Оно, подари жизнь». В истории есть подводные камни. «Оно, подари жизнь» как некоммерческая социально ориентированная организация по сниженной арендной ставке арендует у ДЭПа помещения Позернова 65, которое, в свою очередь, сдает обществу с ограниченной ответственностью Саров ВЕТ. Последнее ведет в этом помещении коммерческую деятельность по оказанию ветеринарных услуг. Учредителю обеих организаций Дмитрий Авдеев. Когда открылась новая клиника, предполагалось, что она будет сотрудничать с волонтерами приемника и предоставлять им различные льготы на лечение и содержание подопечных животных. И волонтеры от приемника «Подари жизнь» действительно изначально, перед открытием клиники, исключительно по моей просьбе и на мою сторону встав, так как я там планировала забыла дегенеральным, в этом смысле главврачом, пошли и выбивали как бы социально значимый объект. Это у администрации Алексей Викторович нам без проблем пошел на уступки, действительно, я также организовала 0,5% ставки за аренду. Однако взгляд волонтеров и руководство клиники разошлись, и в январе Юлия Леукина ушла с поста главврача этого учреждения. С тех пор волонтеры приемника никак не связаны с клиникой. Мы не очень понимаем наше отношение сейчас к его частной деятельности, а у него частная деятельность, которая достаточно большой доход ему приносит. И мы не очень понимаем тоже, для чего субсидирование его арендной платы, за счет чего, если у него многопрофильный центр, который выполняет свои, в принципе, частные услуги по лечению, а не содержанию безнадзорных животных. Лечение – это, естественно, выполнение за определенную плату. Никаких скидок на лекарства для животных приемника, по утверждению волонтеров, новая клиника также не предоставляет. Однако Дмитрий Авдеев говорит, что помощь он все-таки оказывает и содействует в пристройстве безнадзорных животных. В частности, за время существования клиники удалось найти хозяев нескольким собакам и кошкам. Сейчас в стационаре сидит всего одна бездомная кошка. В остальных клетках находятся домашние животные, за содержание которых клиника получает деньги. Сейчас «Подари жизнь» платит 0,5% арендной ставки за аренду помещения. В случае, если платить организация будет еще меньше, ДЭП недополучит свою долю дохода, на которую содержит приемник. И без этого убытки ДЭП на содержание приемника только за два месяца прошлого года составили 68 тысяч рублей. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.